Привет! Самая лучшая аудитория мира физики. Я рад вас приветствовать у себя на канале. Сегодня я хотел показать вам, по сути, самый интересный, такой завораживающий, красивый эксперимент под названием электролиз. Для того, чтобы мы могли этот процесс запустить, нам понадобится электролитная ванночка. Вот здесь находится. Здесь находится у меня медный купорос. Медный купорос уже здесь разбавлен немножко. Посмотрите, обычная вода, просто при растворении медного купороса в воде, у нас просто-напросто вода меняет свой оттенок. И она становится очень красиво голубого цвета. Нам понадобится источник тока. Слева от вас вольтметр, потом находится амперметр. С помощью этих приборов мы будем замерять напряжение в нашей цепи и силу тока. Меры безопасности обязательно надо принимать, а то, как обычно бывают, очки остаются, забываешь, они лежат и весь опыт на тебя смотрят. Стеклянная палочка на всякий случай, чтобы помешивать раствор. Не знаю, так можно или нет, но я помешиваю. Так, что мы делаем? Ключ у нас в выключенном состоянии. Подключаем к нашим электродам крокодильчики. Вот, все, все. Теперь, смотрите, у нас есть два электрода, анод и катод. Катод отрицательный заряд имеет, а анод положительный. Запускаем наш ключ. Вот, и начинаем сразу видеть. И мы видим, что один из электродов начинает у нас покрываться мелкими пузырьками. Что вообще, друзья мои дорогие, происходит здесь? А здесь все очень легко и просто. Когда мы насыпали в нашу электролитную ванночку медный купорос, он распался, растворился, а распался на ионы меди и ионы СО4. Ион меди имеет плюс заряженный, положительно заряженный заряд на ионы меди, а СО4 у нас отрицательно заряженный имеет. Вот, теперь что происходит? Происходит движение. Как только мы замкнули цепь, наши ионы меди начали двигаться в сторону катода. Катода начинает у катода забирать два электрона и превращается в медь, в металл и оседает на нашем электроде. А СО4 движется в сторону анода, так как ему надо взять два положительных заряда. Вот, и получается, самый ближайший у него будет брать водород из воды. Так как у нас H2O, два водорода, один кислород, он берет из воды. И получается, вода расщепляется в этот момент возле, рядышком с анодом, с электродом нашим. И самый интересный момент, что два водорода забирает СО4, получается H2SO4, серная кислота, которая заставляет разрушаться наш электрод. Электрод и остается кислород. Молекула кислорода поднимается в виде пузырьков и улетучивается вот здесь. Вот такой вот интересный опыт. Давайте. Этот процесс, по сути, очень длительный. Вот. Очень интересный процесс. Красивый. Самый главный красивый, завораживающий. На него можно наблюдать и видеть. Ух ты, круто. Вода, во-первых, у нас сейчас здесь проводит электрический ток. Давайте напомним. Электролитная ванночка, состоящая из двух электродов. Анода и катода. Анод положительный, катод отрицательный. Вот. Сама жидкость, которая здесь и находится, это вода, смешанная вместе с медным купоросом. Называется электролит. И пока вы наблюдаете за этим красивым процессом, я вам должен сказать вообще, что такое электролиз. Давайте. Что такое электролиз? Это явление выделения вещества на электродах при прохождении тока через электролит. Это называется электролизом. Английский физик Майкл Фарадей в ряде своих опытов пропускал через разные электролитные токи различных значений и измерял массу веществ, которые выделялся на наших электродах. По идее, наш электрод сейчас должен покрываться тоненьким-тоненьким слоем меди. И на нем должен появиться не такой красноватый, оранжевый окрас должен появиться. Вот мы будем ждать. Теперь смотрите, чем больше заряда проходит у нас в электролитной ванночке, тем больше, столько же у нас, сколько зарядов проходит, столько же и у нас ионов меди начинает превращаться в медь и оседать. А значит, все зависит от времени и от проходящего заряда. Мы можем пропускать маленькое напряжение, но большую силу тока. Мы можем пропускать маленькое напряжение, но большой ток и при этом эффект будет намного лучше. Вот так вот, дорогие друзья. Сейчас немножко мы подождем. Так вот, дорогие друзья. Процесс проходил более часа у нас по времени. Мы можем посмотреть. Я прибора отключил для того, чтобы их гальванический элемент, а значит батарейка, не села. Вот. Сейчас давайте мы отключим наше питание от нашей электролитной ванны. Прекратим подачу зарядов на наши электроды. Посмотрим, что у нас здесь мы видим. Мы видим очень черную одну пластинку, покрытую окисью. А другую мы видим такую вот красивую пленочку. Такого красновато-оранжевого тенка. Вот мы с вами с помощью электролиза покрыли небольшим тоненьким слоем один электрод медью. Вот так вот, дорогие друзья, сам процесс происходит. Теперь давайте особое внимание уделим на наш электрод. Вот я его немножко почистил. И мы с вами получили вот такой вот красивый слой меди. Тонкий слой. Посмотрите, верхнюю часть ближе к крышке какого цвета. И вот после такого небольшого часового, можно сказать, процесса под названием электролиз мы покрыли электродную пластинку тонким слоем меди. Посмотрите, на вторую пластинку она совершенно выглядит непонятным каким-то цветом. Но здесь, посмотрите внимательно, вот я сделаю вот так вот. Обратите внимание на красивый, тоненький, равномерный слой нашего электролиза. Вот так вот, дорогие друзья, у нас с вами этот процесс происходит. На свет давайте немножечко мы поднесем это все на свет. Давайте вот таким образом, вот видим, да, какой тоненький, равномерный слой покрылся медью на нашем электроде. Дорогие друзья, вот таким образом у нас проходит сам процесс электролиза. Я рад, что вы все это время находились вместе с нами, наблюдали за этим замечательным экспериментом. Надеюсь, вам было понятно вообще, что такое процесс электролиза. Так вот, спасибо за просмотр. С вами был канал 48, School of Azivaliev Channel. Подписывайся, ставь лайки, оставляй комментарии. Будем рады ответить на ваши вопросы. Всем пока-пока, до скорых встреч.